Роман Суржиков до рассвета. Декабрь 1774 года отцашествия. Герцерство Альмера. Дорога из флисов Валеридан. Старик имел роскошные усы, залихватские подкрученные сверху, осеребренные проседью. Возможно, как раз благодаря усам он и занял самовидное место в фругоне, впереди на высокой лавке спиной к козлам. Когда было ему скучно, отодвигал холщовую завесу, глядел на дорогу, получал возницу. Когда начинал замерзать, задергивал полотно, разворачивался лицом внутрь фургона и принимался чесать языком. Что-что, а поговорить он любил и умел. Самое обидное, пострадал-то я зазря. Пал жертвою самой мерзкой, несправедливой напраслины. Десять лет я прослужил часовщиком у одного лорда. Имя не называть не стану, лорды того не любят. Служил верой и правдой. Честь по чести, не так, как молодежь всякая. Любые задания исполнял, и сложные, и муторные, и сумасбродные. Велел его милость починить про бабкин колет. Беру и чиню, не ропщу. Даром, что часики тридцать лет в комоде пролежали без завода. Все шестерни потемнели, все щели пылью забились. Неделю только чистил, вторую чинил. На третью пошли родимые. Приказал брат его милости смастерить часы для собаки. И это сделал. На кой, спросите, терьер, часы? Брат его милости знатный охотник. Огромную сфору держал. А одна сука была в особом почете. Он ее таскал повсюду, прям не расставался. Пристроил на ошейник часы. Научил собаку по команде время подбегать, подставлять холку так, что циферблат виден. Он ей тогда чесал шейку. А однажды встали башные часы на шпиле дворца, сотни футов над землей. Так и тут я выручил его милость. Три часа просил на веревках, что циркач какой-то. Но исправил. До того старик увлекался воспоминаниями, что забывал, с чего начинал. Но фургон полз медленно, по зимнему-то снегу. Делать так и так было нечего, потому все слушали. Одна Анна Грета прерывала его недовольным скрипучим окликом. Сколько можно лить из пустов порожнее? Не мужик, а малая девка. Ничуть не смущаясь, старик осаживал ее. Ты, голубая, хоть и пожила на свете, на ума не набралась. Нельзя перебивать мужчину. Мужчина не за тем говорит, чтобы его перебивали, а за тем, чтобы слушали и получали опыт. Была у меня давеча воспитанница. Половина тебя моложе. Но эту истину крепко знала. Уж на что умела слушать, я де и удавался. Каждое мое слово впитывала. Сама лишнего звука не роняла без нужды. А если говорила что-нибудь, то непременно со смыслом. Знала цен слов. Но с нее-то, воспитанница, моя беда и началась. Поглаживая себя по животу, в напряженные моменты теребя усы, старик излагал свою историю. Лорд с женою захватили благородную девицу-заложницу. Приставили к ней пару солдат охраны, да еще и вот часовщика. Для душевности, чтобы развлекал барыню беседами, присматривал по-отечески. Очень ею дорожили и лорд, и леди. Потом лорд уехал куда-то, а его брат, у которого собака с часами, решил взять плененную девку на охоту. Узнав об этом, часовщик предупредил подопечную. Не соглашайся, не охотятся, тебя зовут. Но брат лорда увез девицу силой. А леди узнала об этом и напустилась. На кого бы вы думали? На старого часовщика. Нашла крайнего. Ты, старик, не уберег девушку, а помог развратнику с похищением. И поди ей докажи, что ошиблась. Она ж дворянка. Если что, в темя шило в голову не выбьешь. Вот и пришлось бедняке-часовщику бежать со двора. Иначе светили ему полста плетей. Или еще хуже, несправедливо. Вряд ли он мог удивить кого-нибудь своим рассказом. Каждый фургон не хлебнул несправедливости полной ложкой. Взять Мэтта Ирину, молодоженого с деревеньки на Мудрой реке. В октябре они отыграли свадьбу. А недели позже налетели воины барона, пожгли все амбары. И угнали всю скотину, чтобы северянам не досталось. Ничего на зиму не оставили. Такой вот подарочек к свадьбе. Мэтт и Рина бросили родной дом и пошли на юг. Надеясь наняться на работу где-то, куда не добралась война. Под лобелином перехватил их конный разъезд герцога. Как звать, дзервяк? Мэтта. Оружие держать умеешь? Я крестьянин. Значит, дадим вилы. С ними управишься. Мобилизуем тебя в пехоту. Мэтт не понял, что значит мобилизуем. Смекнул одно. Велят сражаться за лордов. Тем самым, что бросили их с Риной голодать. При первом случае удрал он из армии герцога. И сделался преступником. Дезертиром. Теперь влюбленные бежали за тридевять земель без раша в кармане. Не надеясь когда-нибудь вернуться на родину. Или вот Анна Грета со своим мужем-подкоплучником, приемной дочуркой Джи. Эти были проценщиками. В городе Дойле имели большой дом, хороший доход. Когда северяне ворвались в город, все трое попали в плен. Вместе с тысячей других бедолах ждали смерти на площади. Мятежники хотели порешить всех без разбору. Но потом передумали, отпустили. Анна Грета с мужем и Джи пришли домой. А дома-то и нет. Одно пепелище. И не северяне сожгли, а свои же соседи, должники. Выпустили злость, утолили зависть. Словом, старый часовщик никак не мог считаться самым несчастным. Но таков был талант рассказчика, что все в фургоне сочувствовали, ему скорбно кивали головами. А малютка Джи дергала за пальцы и спрашивала. «Деда, скажи еще разок, как тебя зовут?» Очень она любила, каким важным и вкратчивым тоном часовщик произносил. Имя мое Инджи Пайс, а прозвище Парочка. Иные обижаются на кличке, но я не таков. Скажи, Инджи Парочка, я только улыбнусь. А фургон тем временем все полз и полз по свежему снегу на юг. От порта Флиса, что на берегу Дымной Дали, графскую дорогу вглубь Ерцекса Альмера, подальше от сумрачных лордов, от южного пути и северного мятежа. «Давайте заночуем в гостинице, а?» проныл муж Анны Греты. Он всегда говорил тоном, будто подумал заплакать. Кол огрызнулся. «А что у тебя в карманах звенит?» Кол был худой, как палка, но жилистый и жесткий, будто дубленый. Носил на поясе тесак такого размера, что в пору барану расколоть череп, да еще кинжал и второй в сапоге. С Колом ехали два приятеля ему подстать. Фургон с лошадьми принадлежал этой троице. Муж Анны Греты жалостно развел руками и запричитал, что денег-то нет. Откуда они у бедных беженцев? Но очень ж холодно в фургоне. Даже днем холодно, а ночью-то вовсе околеть можно. «Эй, куда ж тебя пустят нищего?» ухмыльнулся Джон, колов дружок. Муж Анны Греты сказал. «Вон впереди какая-то деревенька. Давайте попросимся, авось примут. В Альмере народ зажиточный». Муж Анны Греты сказал. «Вон впереди какая-то деревенька. Давайте попросимся, авось примут. В Альмере народ зажиточный. А войны не было, люди не озверели. Может кто изглянется на наши бедствия?» Сама Анна Грета помалкивала, не хотела конючить да унижаться. В их семье для этой роли служил муж. Но вид имела вполне согласный. Мэтт и Рина тоже согласились. «Попробуем напроситься на ночлег, авось примут. Мы бы приняли». Странно, Кол с дружками, кажется, не обрадовались грядущей ночью в тепле. Но спорить с большинством не стали. Въехали в деревню. Она называлась дорожным столбом. Остановили фургон у одной, второй, третьей избы. Женщины ходили просить и на ночлеги, взяв с собой для убедительности малютку Джи. Всюду ответ был один. «Понимаем ваше бедствие и сочувствуем. Но помочь никак не можем. Это же дорога с севера на юг. Тут беженцы сотнями проходят. Каждая койка, каждый тюфяк уже заняты. Даже в сарае места нет. Бестолку наведавшись с десяток дворов, женщины стали впадать в уныние. Кол с дружками напротив почему-то повеселели. Что до часовщика Инджи Прайса, то он питал смешанные чувства. С одной стороны, заманчиво отоспаться в тепле, на мягкой постели. Разменяв пятый десяток, начинаешь ценить уют. С другой же стороны, в фургоне можно сменяться. По очереди то спать, то править. «Ночь тихого хода лошади выдержат, а целая ночь – это лишние двадцать миль между Инджи и Прайсом и теми, кто, возможно, скачет по его душу. Встреча с ними – это нечто похуже ночи на морозе. По правде, даже сравнить нельзя, насколько хуже». «Ладно, не улыбнулась нам удача. Значит, едем дальше», – сказал парочка, но тут над дорогой появился запах пирожков. Никто не смог устоять перед соблазном. Фургон остановился у дверей харчевни «Лучшие пирожки от Леридана до Флиса», – значилось на вывеске в форме кренделя. Лучшие или нет, но они были горячими, да еще и с мясом, да к тому же с чашкой лонка в придачу, горького алимерского чая из ячменя. Хозяйка харчевни окинула Путникова опытным взглядом. Беженцы с Южного и скинула десятую часть цены. Половина Агатки нашлась у каждого путника, а большего и не требовалось. Все размякли, отяжелели в тепле. После ужина выйти назад на мороз казалось теперь совсем уж невыносимо. Подпустив жалобу в голос, муж Анна Грета спросил. «Скажи, добрейшая хозяйка, не найдется ли в вашем поселке местечко, чтобы заночевать? Где там? Все забито, станет еще хуже, слыхали?» «Перцог не топори, побил из коровяков при лобелине. Теперь вторая волна побежит, пуще первой!» Вдруг хозяйка спохватилась. «Постойте-ка, в дорожном столбе мест нету. Но есть же Джек Баклер, это трактир такой, в трех милях отсюда, в леске, за старым карьером. Его мало кто знает. Пади найдутся для вас койки!» «Трактир в лесу?» Удивился Кол. «А что такого? Летом туда охотники захаживают, зимой порожним стоит. Мал кто знает?» «Ага, только наши знают, да монастырские, да графские ловчие, а больше, пожалуй, никто». Теперь уж вся группа была единодушна. Даже Кол с дружками попросили, покажи дорогу, хозяйка. Она показала. Инжи сказала ей на прощение. «Ты добрая женщина, хочу отблагодарить тебя. Знай, я часовщик, каких мало. Скоро открою в Валеридане свое дело, ты заезжай, состряпу тебе самые лучшие часы за бесценок, или даже парочку по цене одних. Так меня и запомни, Инжи Прайс по прозвищу Парочка. Спросишь в мастерскую парочки, тебе все покажут». Стояли поздние угрюмые сумерки, когда фургон свернул на проселочную дорогу и двинул объезд старого карьера. У Инжи Прайса не имелось детей. Не успел он задачиться семейным вопросом, все находились дела понасущней. Но в последний год, а особо последний месяц, он мне сделать в голове неспокойная мыслишка. Отчего у меня нет детей? Как бы хорошо, если б были? Имелась причина, по которой именно сейчас Инжи так часто думал о потомстве. И даже не о детях вообще конкретно, а о дочери. Была бы у Инжи Прайс дочура, она бы была умничкой. Иначе ей представить невозможно. А он научил бы ее всему, что сам умело знал. Главное, научил бы жить. Сам-то эту науку постигал годами, через пот и кровь, а доча отдал бы на блюдечке готовое. Была бы он же Прайс дочь. Он сказал бы ей так. Всегда следуй плану. Коли захотелось отойти от плана, крепко взвесь. Нужны тебе лишние проблемы. Вся чертовщина начинается именно тогда, когда шел по плану, а потом из-за глупости свернул. План-то был чертовски прост. Он представил хозяйке трактира, чтобы она запомнила имя. Когда обречатся те, кто скачет по его следу, они, конечно, зайдут расспросить. Хозяйка скажет, Инжи парочка, помню, помню, он подался в трактир Джек Баклер. Туда и поскачут преследователи, а Инжи бросит фургон беженцев и уйдет пешком совсем в другую сторону. Прямо сейчас прыгнет и зашагает на юг к Галеридану. Проведет сутки на ногах, трудно, конечно, но зато надежно. Те, кто рыщет за его головой, умчатся по следам фургона, а когда поймут ошибку, уже и след Инжи простынет. Так что он запахнул жопан, надвинул пониже шапку и сказал, спасибо за компанию, друзья, но пора с вами расстаться. Удачи вам в дороге. Прощевайте. Все удивились. Мытари на добрые души стали уговариваться ночевать с ними в тепле, а на Грета назвала дураком. Колы дружки равнодушно пробучали. Ступай, ступай, без тебя больше места. А кружка Джи ухватила его за палец и уставилась лицо. Глаза у него были большие-пребольшие. Дядя Инжи, куда ты идешь? Останься, а то замерзнешь. Тебе-то что? Осадила Йоанна Грета. Решил старик помереть дураком. Ну и пусть не твое дело. Я вырасту и стану пираткой, сказала Джи. А пираты своих зимой не бросают. Дядя Инжи, пожалуйста, едь с нами. Девочка, со мной все будет хорошо, ласково сказал Инжи, как сказал бы дочери. А со мной? Спросила Крохо. Валяй уже, бросил Кол. Хватит телячьих нежностей. Парочка не знал, что его убедила. Голова Колова грубость или глазища девчонки. Он расстегнул жупан и сделал то, чего не следовало. Остался в фургоне. Сумерки уже сгустились в непроглядную смоляну. Кол на козлах зажил фонарь, чтобы разбирать дорогу. Однако в фургоне царило оживление. Всех согревала мысль о теплом ночлеге. Дружки Кала обменялись грубыми шутками и гоготали. Рина жалась в груди с дорога Мэтта. Тот поклажил ее по волосам, приговоряя. Звездочка моя, солнышко. Вместе кутались тулуп Мэтта. Простодушные молодые лица светились тихой радостью. Муж Анагреты мечтал вслух. Вот остановимся в доме, под крышей. Согреемся. Сразу жить налад пойдет. Потом еще денька два-три и будем в Валеридане. Это большой-большой город, милая. Там откроем дело, разживемся деньгами. В таком городе много людей. Вот и у нас будет много-много заказчиков. Не успеем оглянуться, как снова встанем на ноги, купим дом. Это ты-то начнешь дело? Разъярилась Анагрета. Хоть мелко и не ври. Отродясь ты не умел ничего начинать. Мозги не так скроены. Что от отца получил на том и жил. Муж улыбался, жалко и заискивающе. Да я что? Я только говорю, Валеридан большой город. Там много возможностей. Много, да не для тебя. Есть люди, что умеют взять от жизни. А ты из других. Малютка Джи вдруг спросила. В Валеридане будут пираты? Не мили чепухи. Сиди и молчи. Тетя Анагрета. Ну скажите, где бывают пираты? Очень хочу их увидеть. Я тебе что велела? Женщина замахнулась костлявой ладонью. Малютка умолкла. Даже не обиделась, как должное приняло желание Анагрета ни с того ни с сего ее ударить. Малютка Джи никогда не унывала. Была холодно, стучала зубами. Голодно терла животик. Но и не думала ныть. Когда вырасту, стану пираткой, заявила Джи. Пиратки не ноют попусту. Парочка отодвинул завесу. Выбрался на козлы и сел рядом с колом. Заговорил негромко. Эх, парень, беда с этой войною. Много добрых людей согнала она с мест. Во Флисе я видал сотни бедолах, что приплыли с севера и ищут пристанище. Последние ягадки готовы отдать, лишь бы уехать подальше на юг. Извозчики, подлецы, нещадно на них наживаются. Угу, ты прав, скрипнул кол. Но вы с друзьями хорошие люди. Взяли нас в фургон, назначили умеренную цену. Глория заступница улыбается таким, как вы. Угу. Парочка склонился к нему поближе и снизился до шепота. У Анны Греты с муженьком припрятан векселя. Сумму я не различил. Но все-ка не пара гадок. А скулят, будто последние нищие в городе. Видал таких негодяев. Угу. Кол толкнул парочку в плечо. Ты, сядь на место. Беженцы, люди особые. Ровно продолжен Инджа. Вроде бедные. Но у каждого найдется что-то ценное. Этакий остаточек былой жизни. У меня вот сапоги на меху и новый жупан. У Анны Греты векселя за пазухой. У мужа очки на серебряной цепочке. У Мэттарина. А у Рина нет сисек. Но присутствует задница. Вы тогда во Флисе оглядели нас этак быстро, но хватко. Приметили все, что нужно. И согласились взять телегу. А ночь от чего-то очень хотели провести на дороге подальше от людей. Впрочем, трактир на отшибе среди леса вас тоже устроил. Кол сощурился, покосился на Инджа. Никакого лишнего движения не сделал. Только рука напряглась. Повременни-ка, соколик, сказал парочка. Имею к тебе предложение. Делайте, что хотите. Но оставьте малютку Джи и кого-то из ее предков. До меня не троньте. Понятное дело. Имеешь чем заплатить. Парочка вытянул руку так, чтобы сползл рукав. И показал колу свое запястье. Там белил жженый шрам в виде буквы W. У кола расширились зрачки. Это же пожизненное. Угу. Пожал плечами Инджа. Так ты не часовщик? Отчасти часовщик. Вдруг кола сознал, что Инджа еще не стар. Седина, доразмеренная речь добавляют десяток лет видимости. Но движения точны, выверены, в пальцах ни следа дрожи. Сам подумай, сказал парочка подкрути ус. Хочешь ссоры или нет. Звесь, прикинь хорошенько. Я не тороплю. Кол взвесил. Решено. Ты с нами. Про остальных в трактире подумаем. Доча, берегись странных мест, сказал Бинджи Прайс, если бы было кому. А главное, сразу примечай, в чем именно странность. Заметишь нужное, свою шею спасешь. Хозяева трактира не любили гостей. Вот что странно. Ни один фонарь не заманивал путников. Цепной пес злобно лаял у ворот. Трактир напоминал форт. Хмурый двухэтажный сруб. За высоким частоколом. Окна забраны решетками. Еще и закрыты ставнями. Однако, противоречи всему остальному, ворота были распахнуты. Фургон вкатил во двор и встал посередине. Слева конюшня и колодец. Справа сарай с поленницей. За спиной ворота и пес. Что никак не уймется. Впереди крыльцо, на которое сразу без стука вышел куцый мужичонка в здоровенном тулупе. Сказал доброжелательно. Здравия вам! Поднял фонарь, осветил путников и добавил тоном ниже. Вы кто такие? Зачем явились? Путники высыпали из фургона. По разномастной их внешности было ясно и кто, и зачем. Добрый хозяин, столь ли спрашиваешь, коль сам видишь ответ? Обратился парочка к куцому. Мы несчастные беженцы в поисках ночлега. Нету ночлега, нету! Замахал руками хозяин. Все места заняты. Боюсь проявить невежливость, но все же усомнюсь в твоих словах. На дворе свежий нетронутый снег, фургонов нет, кроме нашего, а в окнах не светятся. Как же ты разместил полный трактир постояльцев, ничем не выдав их присутствие? Не ваше дело! Куцый аж начал заикаться от раздражения. Есть места или нету, все равно трактир закрыт. Но ворота-то были открыты, вот мы и въехали в них. А развернуть фун другого назад, это ж целая история. Не позволишь ли нам, добрый хозяин, в порядке исключения заинчевать в твоем закрытом трактире? Не позволю! Уезжайте! Кол с дружками поднялся на крыльцо и приобнял Куцева жестом, одинаково развязным и угрожающим. «Проводи-ка нас в дом, милок! Там в тепле и побеседуем!» Хозяин попытался возразить, но без толку. Кол просто пихнул его в раскрытые двери, следом вошли дружки, а за ними и парочка. Сени были просторные и добротные. Прям не сени, а господская прихожая. Большие окна в решетках, лосиная голова с шапками на рогах, разлапистые медные вешалки, на одной из которых громадный тулуп, брат того, что накуцем. Слева дубовая дверь, судя по запаху сырости, ведущая в подвал. Вход дальше в трактир сделан в виде резной арки и занавешан шторой. Под ней ее пляшет заманчивая от цвета камина. «Уютно у тебя!» — отметил Кол. «А сам жмешься, гостей на морозе держишь! Ай-яй-яй, нехорошо!» Штора отдернулась, выпустив в сень человека. Лицом он напоминал первого, был выше ростом, но какой-то невзрачный, плюгавый. «Что происходит, господа?» Дружок Джон подступил к нему с неприятным оскалом. «Это мы и тебя спрашиваем, что происходит. Честным путникам не дают заночевать. У тебя там над воротами написано «Трактир Джек Баклер». Что ж ты людей обманываешь, сволочь?» «Никакого обмана! Это и есть трактир Джек Баклер. А мы, братья Баклера, хозяева. И нам, хозяевам, виднее. Открыт трактир или закрыт? Сейчас он закрыт. Извольте покинуть помещение». «Ладно, ладно, поедем». Кол примирительно развел ладони. «Только мы продрогли в пути, а лошадюнки выбились из сил. Кликни как кухарку, чтоб сделала чаю. Позови конюха, пускай да с хворосту лошадкам. Мы согреемся, они поедят. Тогда и поедем дальше. Много времени займем, манецу заплатим. Все чин по чину». «Если перед тобой стоят три мордоворота», — посоветовал бы Инджи дочурке, ни за что не говори слов вроде таких. «Нет тут ни конюха, ни кухарки! Трактир закрыл, черт возьми! Мы одни с братом!» Дружок Джон врезал плюговым кулаком, и тот свалился, запутавшись в шторе. Куцей закричал и дернулся, но Кол поймал его за шкирку и переставил к пузу тисак. «Давай, показывай жилище!» Следующий час в трактире было шумно. Кол с дружками обшаривали дом. Дратьев, баклера вводили за собой. Кол распахивал двери каждой комнаты и требовал «А ну, тычьте пальцем!» Куцей попытался вывернуться и убежать, его избили. Плюгавый делал вид, что не понимает. Затем у него на глазах перевернули и распотрошили топорами всю мебель в комнате. Откуда-то выпала агатка, забытая прежними гостями. Джон кнул ею в нос плюговому баклеру. «Вот!» Схватил плюгового за ухо, переволок в следующее помещение. Ткни пальцем. После трех разгромленных комнат и трех кругов побоев хозяин трактира смирился. «Там, в шухляде!» «И в щели за шкафом!» Все найденные ценности сталкивались вниз, в каминный зал. Кол с дружками не брезговал ничем. Столовые приборы, часы, канделябры, кубки, монетки любого достоинства сваливались в груду возле камина. Путники растерянно смотрели, не веря глазам. Мэтт и Рина попытались вмешаться. «Кол, Джон, прекратите! Что вы делаете? Так же нельзя!» Второй дружок Кола показал им топор. Инджи придержал молодых за плечи. «Не встревайте, ребята! Пускай парни пограбят немного, душу отведут. Они ведь тоже, как вы, дезертиры. Ничего, Падди, хорошего не видели от самого начала войны. А тут хоть какая-то радость». «Нельзя же так!» Возмутилась Рина. «Это же разбой, преступление! Мы должны их остановить!» Кто-кто, а Инджи Прайс не собирался ничего останавливать. Во-первых, с божьей помощью Кол насытится добычей из трактира и не позарится на самих беженцев. Во-вторых, чем больше свершится разгрома, тем скорее дезертиры захотят покинуть трактир. Это тоже на руку. Кому-кому, а Инджи Прайсу, никак нельзя засиживаться на месте. «Спокойней, милые мои», — увещевала парочка молодоженов. «Считайте, что это бескорыстная помощь Алимеры вашему родному южному пути. Путевцы пострадали от войны, а алимерцы нет. Так отчего же не взять чуток алимерских денег и не переложить путевские карманы?» «Верно говоришь, дед», — ухмыльнулся Джон и мимоходом пнул под ребра лежащего Куцева. «Чертовская правда», — воскликнула Анна Грета. «Чего это все только нас грабят? Пускай теперь наш черед!» «Что ты говоришь, голубка?» — ужаснулся муж. «Хочешь быть нищим? Так и сиди. А мне надоело!» Она присоединилась к дезертирам, шарящим по дому. Кол хотел ее прогнать. Ростовщица дала пару ценных советов. «Возьмите зеркало, денег стоит. Ножи эти бросьте. В них серебра на слезу. Снимите часы с маятником. Ничего, что большие. Вуньте механизм». И Кол расположился к ней. «Молодца, детка! С тебя есть толк!» Парочка наблюдал за крошкой Джи. К его радости девчушка выказала меньшее с помощью интереса. «Почему дядя Кол бьет и грабит? Он что, пират?» «Дезертир!» «Ну, это похоже на пирата». «А он хороший пират или плохой?» «Ммм, средний!» — покачал рукой Инжи. «А хозяева трактира, они плохие?» «Наверное, плохие, раз их так побили». «Очень мудрая Вера!» «Хорошо, что ты не взял его, когда вышел нас встречать?» Кол потрепал Куцева по опухшей щеке. «Теперь давай-ка позаботься о гостях. Иди налей нам венца и сообрази что-нибудь поесть!» Куцева послушно засеменил в угол зала, открыл дубовый бар, чудом не подвергшийся опустошению. «Вам какого венца?» «Видали, он спрашивает, какого венца?» «Правильно так служить! Сам крепкого давай!» «Есть Ханти!» «Подойдет!» — перекреплял его Кол. Похлебывая нордфудскую настойку, грабители взялись за дележ добычи. Джон, второй дружок и Анна Грета стали рыться в груди, выбирая вещички поценнее. Кол остановил их. «Сделаем иначе!» «Анна Грета, ты ж вроде ростовщица!» «Знаешь, че почем!» «Вот ты и продашь все вещи подороже, как дубом в Валеридане, а деньги уже поделим!» Кол открыто назвал пункт назначения. Это было очень скверным знаком для братьев Баклеров. Однако они не уловили истинного смысла. Кол повернулся к Инжи. «Ты, каторжник, что-то не очень помогал нам!» «Каторжник!» Развинула рот Кроха. «Не поспел за вами, пожал плечами Инжи. А останешься без добычи. Я не в обиде!» Хыш! Кол вперел взгляд в Рину с Мэттом. «А вы, вроде что, там тявкали!» Прежде чем крестьяне дали ответ, Анна Грета привлекла внимание Кола. «Посмотри-ка! В этой куче не хватает кое-чего! Вещей много, и денег тоже! Но все мелкие! Серьезный хозяин хранит средств в монетах покрупнее! Или в векселях! «Благодарю, голуба!» Кол кивнул Джону, и тот взял за грудки Плюгава. «Где остальное?» «Нехорошо!» Выдал Баклер. «Не надо!» Его подтащили к камину, сунули голову чуть не в самое пламя. «Деньги, суга!» Плюгавый хлопнул себя по груди. Сунув пятерню ему за шиворот, Джон вытащил конверт. Передал Колу. Тот раскрыл. Бестолково порылся в бумажках, отдал их Анне Грете. «Это векселя!» Провела заглянуть ему под манжет, рассмотреть клеймо на руке. Мэтт и Рина так и стояли в стороне, в конец потерянные. «Плохо вы сделали!» Промямлен Плюгавый Баклер. «Не стоило!» «Тебе плохо, а нам хорошо!» «Скверно это кончится!» «Мы с братом работаем на одних людей!» «Хоть не на зверей!» «Они очень серьезные люди!» «Когда узнают, не простят вам!» «А откуда же они узнают?» «Как откуда?» Баклер ткнул в себя пальцем. «От нас же и узнают!» «Мы им скажем!» «Вы скажете!» Прищурился Кол. «Да!» Поднапрялся Куцый брат. «Верните деньги и уезжайте!» «Или все расскажем!» «Вам тогда не сдобровать!» «Какие идиоты!» Инджи так и хлопнул себя по лбу. Подумал с грустью. «Будь у меня дочка, она бы точно не была такой дурой!» «Очень страшно!» Кол поманил Куцова пальцем. «Подойди-ка, браток!» Инджи сказал Крохе. «Отвернись к стене и закрой ладошками уши!» «Да чего же хорошая девочка!» «Не стала ни спорить, ни переспрашивать!» «Просто сделала!» Кол погладил рукой от тесака, но не успел занести оружие. На улице раздался собачий лай. Все затихли, прислушались. Квозлай проступил цок от копыт, звон подков, скрип сапогов по снегу. Спина Инджи покрылась испаренной. «Боги, как рано!» «Он-то думал, что имеет еще целые сутки форы!» «Они нам тут не нужны!» Выдохнул парочка, селись звучать убедительно. «А то я сам не знаю!» Фыркнул Кол. «Джон, иди глянь, кто это!» Джон подбежал ко входной двери и выглянул наружу. Отчетливо «дун-дун-дун» раздался стук дверного молотка. «Кто там?» Рыкнул Кол. «Двое конных!» «Только двое?» «Погодь!» «Да!» «При оружии!» «Дун-дун!» Гребел молоток. «Не разобрать!» «Они в плащах!» «Двуцветных?» Не выдержал Инджи. «Вроде нет!» От сердца слегка отлегло. Стук повторился вновь настойчиво властно. «Дун-дун!» Кол поднял арбалет, прежде отнятый у Куцева. Острым болта указал дружкам. «Ты налево, ты направо!» «Спрячьтесь!» Два головореза юркнули в прихожую. Джон встал за полоприкрытой дверью подвала, а второй – за вешалкой с тулупами и шубами. Оба вытащили ножи. «Ты!» Арбалет ткнулся в ребра Куцеву. «Открой дверь!» «Впусти!» «Изапри за ними!» Куцы нерешительно шагнул в прихожую. Кол тряхнул оружием, целясь ему в спину, и Куцы прибавил ходу. «Тихо!» Бросил кол остальным и задернул штору между залом и прихожей. Он встал у крохотной щелки, оставшейся между шторами, следя за каждым движением Куцева. Парочка подошел ближе. Не имея возможности выглянуть, он обратился в слух. «Учись ориентироваться по звукам», – сказал бы Инжи дочке. «Слух никогда не обманет, если привыкнешь ему доверять. Лови каждый звук!» Шаги Куцева проскрипели по половицам. Трусливые, поспешные. Лязнуло щеколо, скрипнули дверные петли. Легонько присвистнул ветер, из-под шторы повеяло холодом. «Это вы?» – промямлил Куцев. «Здрасте!» «А кого ты ждал?» Голос гостя был низок и груб, с хрипотцой, как от легкой простуды. Голос крепкого парня, замерзшего в долгой дороге. Говор не северный. Слава про матерям. «Я это... Я... Заходите, гости! Посогрейтесь!» Куцый попятился, скрипя половицами. Не ровно назад, а чуть в сторону. Арбалет Калати переглядел не в спину Куцому, а в грудь чужаку. Звякая шпорами, чужак вошел в дом. Тяжелый твердый шаг. Добротные кавалерийские сапоги. Военной стало быть. «Скверна доча», – сказал бы Инджи. «Военные опасны хотя бы тем, что никогда не ходят поодиночке. Вслед за первым солдатом вошел второй. Этот сделал только шаг, и тут же скрипнули дверные петли. Он встал прямо в дверях, притворив за собою, но не задвинул щеколду. «Позвольте ей я запру», – дернулся Куцый. Реакция не последовала. «Чего так темно?» – грубый голос первого. «Я это... Так спешил, что-то не успел зажать». «Проси его», – сказал второй. «Чей фургон во дворе?» Этот голос был тих, но отчетливо, как лезвие. «Чей там фургон?» – повторил грубый голос. «Да-да-да-да, не чей, на наш». «Ваш?» «И стоит среди ночи запряженный?» «Ну то есть...» – Куцый издал дурной смешок. «Не наш, а гостей. Прошли ли тут одни?» «Что за гости? Сколько? Оружия есть?» «Простые себе какие-то беженцы, ничего особого!» И спрашиваю, особые или нет. Раздалась какая-то возня. Кажется, чужак ухватил Куцева за грудки. И я спрашиваю, сколько их и чем вооружены. «Меньше дюжины!» – бормотал Куцый. «Там же женщины, девочка, мужиков ножи, да-да-да, и все, ничего особого!» «Спроси его!» – тихо сказал тот у двери. Он сделал паузу, секунды тишины. Все ждали, что он скажет, а он знал, что все будет ждать, и растягивал свою власть. «Спроси его!» – с презрительной усмешкой продолжит чужак. «Кто это там прячется за шторой?» «Возьми, да и сам глянь!» – рявкнул Кол и откинул завесу. Едва спет упал на чужака, Кол дернул спусковую скобу. Чужак дернул рукой, будто пытался закрыться. Болт ударил его в грудь и бросил назад в незапертую дверь. Чужак вылетел из дома, рухнул на спину. В ту же секунду оба дружка Кола накинулись на второго. Тот среагировал с завидной быстротой. Как держал Куцева, так и швырнул прямо на нож головореза. Сам же прыгнул в сторону, увернулся от атаки, поймал Джона за руку и всадил колено в пах. Ударил еще раз, вышиб дух и бросил на пол, как мокрую тряпку. «Сдохни, гад!» – взрывел Кол. Плохая идея – орать при атаке. Чужак обернулся на крик и парировал удар. В его руке откуда-то возник клинок, искровый. Око сияло каплей крови. «Помоги!» – рыхнул Кол, увертываясь от удара. «Кто? Помоги!» Инжи не стал спешить. А вот Колов дружок выдернул нож из задницы Куцева и рянулся в атаку. Резким выпадом чужак заставил Кола отпрыгнуть. Получил секунду передышки и выбросил клинок навстречу дружку. Даже не глядя, просто на звук шагов. Хорош! Дружок сам напоролся на лезвие, обмяк и рухнул под сухой щелчок разряда. Сука! Кола осыпал чужака градом ударов, потеснил, прижал к стене. Оба на вдох замерли, приноравливаясь друг к другу, прицеливаясь. Инжи имел время, чтобы выбрать сторону. Будь на чужаке двуцветный плащ, вопроса бы не возникло. Но плащ был вишневым. Помогай слабому, учил бы Инжи дочку. Если победит сильный, как с ним потом совладаешь? Парочка метнул нож. Чужак встокрикнул и выронил оружие. Кол шипью на пол свирепо пнул. Раз, другой, третий. Присел, замахнулся кинжалом в спороде горла. «Стой, Кол!» Сказал Инжи. «Не делай этого!» «Кончу, гада!» Рыкнул Кол. «Я сказал, не делай!» Инжи уронил ножик из рукава себе в ладонь. «Почему?» «Потому, что он вояка. Погляди на плащ. Оружие, гербы. Вояки не ходят поодиночке. Прежде чем сдохнуть, он должен сказать, где его рота. Ты же не хочешь, чтобы сотня солдат неожиданно валил сюда?» «О, сука!» Бросил Кол и спрятал кинжал. Оступил на шаг с размаху пнул лежащего в голову. Тот отключился. «Очень умно!» Язвительно подумал Инжи, но предпочел промолчать. «Плохо, плохо!» Бормотал себе под нос плюговый хозяин трактира. Вопреки его словам, последствия схватки оказались терпимы. Оба Коловых дружка выжили. Даже тот, что напоролся на искровый нож. Выжил и куцый брат хозяина. Он стекал кровью и верещал, как свинья. «Коль есть тело на крик, то до смерти еще далеко». «Перевяжите раненых!» Распорядился Кол. Плюгавый и без команды пытался помочь брату. Но лучшее, на что хватило его талантов, это зажимать раненый зад ладони и бормотать. Плохо. «Чертовы бабы!» Взревел Кол. «Возьмите чертовы тряпки и заткнись чертовы дырки в шкурах!» Анна Грета с Риной пришли на помощь Баклеру. «А вы двое свяжите этого гада!» Двое мы, это муж Анны Греты, уставились на лежащего чужака. «У нас это веревок нету», — сказал муж. «Он похож на офицера», — сказал Мэтт. «Доходит на Вильгельма Великого, свиже его, балбес!» «А ну, поди, неправильно вязать офицеров!» Инджи успокоил Мэтта. «Этот просто солдат. Офицер тот, что лежит за дверью». «Кстати!» — бросил Кол Джону. «Втащи его в дом. У офицерика найдет что-то ценное!» Джон встал, но тут же застонал от боли в паху. Принялся тереть свои причиндалы. «Сейчас Кол перевалит, тащу! Бабы!» — буркнул Кол. Наконец дела пошли на лад. Обоих раненых перевязали, вынесли в зал и уложили на одеяло. Чужаку стянули ремлями руки и ноги, отволокли поближе к камину на свет. Ирина хотела обработать его рану, но Кол запретил. Смысла возиться с тем, кому так пришел конец. Только выдернул металлический нож из тела чужака. «А ты, старик, снова не спешил помочь!» — буркнул Кол, возвращая нож парочке. «Я выбирал момент», — сказал парочка. «Долго выбирал!» «Снова лишаю добычи!» Дезертир забрал искровый кинжал чужака, погладил пальцем очи, сунул за пояс и принялся методично обшаривать лежащего. Вывернул карманы один с другим, порылся за пазухой, рухнулся и выпичкал руку в крови. «Дядя мертвый!» — подала голос малютка Джин. Она пряталась за спинкой кресла, опасливо выглядывая, блестя глазищами. «Нет, девочка, живой!» — инжи погладил ее по затылку. То ли слова, то ли ласка придали крохе уверенности. Она спросила смелее. «Дядя солдат?» «Сама, что ли, не видишь?» — напустилась Анна Грета. «Меч, гербы, красный плащ!» «Конечно, солдат!» «Из крови к императорам!» — уточнил ранен дружок. «Очень плохо!» «Не нужно было!» — проблеял плюгавый кача головой, как болванчик. «Лучше бы вы этого не трогали солдата!» — поддалкнул муж Анна Греты. «Тем более императорских колах ринулся!» «Не солдат он уже!» «Что солдату делать, посреди Альмеры, когда война в Южном пути?» «Вы же слыхали, мятежник всыпал перцу из кровякам!» «Вот где двое сбежали!» «Просто дезертиры!» — сказал ростовщик, пытаясь успокоить себя этим вот просто. «Все равно опасненько!» «А, по-моему, очень даже ничего!» Кол подбросил на ладони кошелек пленника. Приятный увесится звон. Развязал тесемки, высыпал монеты, несколько эфесов серебром. Все, даже раненые, прилипли глазами к деньгам. Оба дружка потребовали сейчас же разделить добычу. Анна Грета потребовала все себе, а раз уж в прошлый раз ее обделили. Кола грызнулся. «Молчи, баба, пока цела!» А на своих прикрикнул. «Ты, Кола, ты радуйся, что жив!» «А ты, битое яйцо!» «Коль очухался, иди во двор и притащи черта в труп офицера!» «У него в карманах еще по боли найдется!» Раненый притих, побитый без особого желания, побрел к выходу. Инджи склонился над пленником. «Лидика Кроха!» — сказал он малютке Джей, как сказал бы дочке. «Странный это солдат, а странности всегда нужно примечать. Все, что нашлось у него оружие — это кошель с монетами. А где медальончик, подарочек любимый? Где оберег на счастье, щепотка зелия дурной крови? Где мамкино письмецо, иконка заступницы, дорожная грамотка с подписью полковника? Где фляха с косухой, наконец? Воины таскают в карманах кучу вещей, мало ли что пригодится. А у этого лишь монет да оружие». «Он пират?» — с надеждой спросила Джей. «Он оставил барахло в судильных сумках», — фыркнул Кол. «Эй, Джон, проверь лошадок». Побитый дружок Джон долго не отвечал, только веяло холодом, открыв скрытые двери, дышаркали шаги по крыльцу. Наконец раздался голос. «Кол, послушай, труп исчез». «Как исчез?» «Нет его ни на крыльце, ни рядом. Я всадил болт меж его ребер. По-твоему, он мог, кстати, уйти?» «Тьма знает, может, кольчуг спасла от арбалетного болта?» «Баран, найди труп, пока не разозлился я. Глянь под крыльцом, вдруг туда заполз». «Кто сказал?» «Послушайте меня». Голос грубый, слегка охрипший. Шел от самого пола. Пленник лежал с открытыми глазами. «А-а-а, очухался». Кол подсел к нему. «Тогда говори, ты зидертир? Из какого полка? Сколько вас двое? Есть что ценные, кроме монет?» Пленник ухмыльнулся снисходительно, насмешливо, будто это не он лежал связанный, и не у него есть подключиться толчками выплевывалась кровь. «Глупые вопросы, бандит». Кол наступил каблуком его на рану. «Глупые, говоришь?» Пленник скрипнул зубами, но не застонал. Ухмылка стала кривой, но не исчезла. «Вопрос тупого барана». «Тупого, говоришь?» Кол занес сапог над лицом пленника. Тот все еще ухмылялся. Инджи крепко не нравилась такая ухмылка. «Погоди, Кол». Парочка отодвинул бандита и присел возле пленника. «Будь другом, скажи, какой вопрос неглупый?» Пленник крипло хохотну. «Ха-ха, куда бежать?» «От кого бежать?» «Твой напарник мертв, а ты ранен, связан. Совсем не мертв». «Сейчас он скачет к нашим. За пару часов вернется. Если вы не кретина, то бросите все. Трактир, фургон, припасы. Прыгните на коне и помчитесь, что есть духу. А заботить вас должно одно. В какую сторону скакать, чтобы не навстречу нашим. Развяжите меня, и я отвечу». Кол захохотал. Раненый дружок заржал в унисон. Анна Грета издевательски фыркнула. Но Инджи не чувствовал веселья. «Кто такие ваши? Имперская гвардия?» «Развяжи меня. Дайте уйти и сами бегите. Каждая минута на счету, дурачё». «Возможно, мы последуем совету. Но только после того, как ты скажешь, кого нам бояться». Пленник оскалился. «Смерти». «Ну, хватит!» Не выдержал Кол. «Никто никуда не скачет. Твой дружок давно сдох. Джон, ты нашёл труп! Джон!» Снаружи не донеслось ни звука. «Джон!» Повторил Кол. Ответом раздался глухой стук в ставень окна, выходящего на задний двор. Рина вздрохнула от неожиданности, крошка юркнула за кресло. «Джон, какого чёрта ты там делаешь?» Кол поднял фрамугу и расправил ставни. Морозная ночь ворвалась в комнату, затрепетав огонь в камине. «Да где яйцо битое?» Что-то длинное, влажное влетело в окно и ляпнуло кола прямо по лбу. Он отшатнулся, и второй предмет залетел в комнату, шлёпнулся на пол. Женщины завизжали, плюгавый посинел и зажал рот ладонью. То была человеческая рука, отрубленная у локтя. Настолько свежая, что пальцы ещё дёргались судороги. В следующий миг Инджи сидел за креслом рядом с крохой, но, в отличие от неё, сжимал арбалет, взводя тетиву. Все прятались по углам, выпучив лоза от ужаса. Кол с ножом наготове глядел чёрную дыру окна, не решаясь высунуть руку и захлопнуть ставни. «Дай мне болт!» – прошипел Инджи. Кол бросил ему под сумок, парочка вложил болт в паз, прицелился в окно. «Закрывай!» Дезертир осторожно шагнул к проёму. Рванулся, захлопнул ставень. Рванулся второй. Задвинул шпингалет и грохнул фрамугой. Выдохнул. Сделал шаг и чуть не поскользнулся, наступил на руку Джона. «Чёртова тьма!» Плюгавого хозяина трактира громко-муторно вырвало. Едкий запах блевотина отрезвил людей и развеял панику. Все понемногу приходили в себя. «Он это... не поскакался под могой?» – сказал муж Анна Грета. «Значит, бояться нечего?» «Он всего один!» – воскликнула Анна Грета. «Парни, вас тут семеро! Выйдите и прикончите его!» Мужчины переглянулись. «Убейте!» – повторила ростовщица. «Не хочу!» – пролепетал муж. Хозяин трактира золотнул, вытирая губы. «Они придут!» «Он не поехал за подмогой, потому что они придут сами!» «Кто они?» «Эти!» Плюгавый взял кувшин, налил воды, шумно выпил, плеснул себя на лицо, упал в кресло и, глядя в пол, заговорил. Эти люди останавливались здесь в конце лета. Их было три десятка. Они носили мундир имперской алой гвардии и самоотменное оружие, какое когда-либо видел хозяин трактира. Тогда и сейчас они прислали вперед себя двоих. Передали хозяину десять эфесов, чтобы тот разогнал остальных постояльцев и ждал. Он так и сделал. Отряд занял весь трактир на одни-единственные сутки и заплатил еще тридцать золотых монет, больше, чем хозяин зарабатывал за год. «У тебя хорошо, мы еще вернемся», — сказали ему, уезжая. А в декабре, неделю назад, прискакал посыльный, сунул плюгавому письмо. «Будем через неделю», — означало в записке. Кроме нее, в конверте лежал вексель на десять эфесов, один из трех, что теперь у дезертиров. Неделя миновала, и явились эти двое, убедиться, что ретрактир пуст. Если все пойдет как тогда, в августе, то к рассвету прибудет весь отряд. «Уходите отсюда», — закончил плюгавый, — «спасайтесь, пока не поздно», — и обернулся к пленнику. «Ты же видел, что мы с братом ни при чем. Мы вас не трогали, это все они. А у нас не было выбора, они заставили». Пока хозяин говорил, в пленнике произошли перемены. Во-первых, рана перестала кровоточить. Сама собой, без повязок. Во-вторых, что было не менее странно, вся бровада чужака улетучилась. Прежде одинокий и стекающей кровью он веселился. Теперь его друг оказался жив, а рана закрылась, но пленник был мрачен, как ворон. «Тебя не пощадят», — сказал он хозяину трактиру. «Никого не пощадят. У вас один шанс. Убейте льда и бегите». «Нет», — закричал муж-руставщик. «Нет, нет, нет. Может, хозяева и применились перед вами. Но мы-то при чем? Мы с женой просто ехали на шлях. Никого не грабили, не убивали. Мы ничего не знаем». Пленник поманил его пальцем и тихо шепнул. «Выйди во двор, дружок. Расскажи это льду». Кол грохнул кулаком по столу. «Прикончим его». Он прошелся по трактиру, собирая все оружие. Два арбалета с болтами, десяток кинжалов, два топора, меч, копье, булаву, щит. Бронью и пинками поставил на ноги всех мужчин, кроме пленника. Даже двух раненых. Раздал амуницию. Себе топор, щит и трофейный искровый кинжал. Инджи, меч, пару ножей, копье ростовщику, топор плюговому баклеру, булаву, здоровяку Мэтту, арбалета раненым. Инджи отложил меч и взял взамен еще пару кинжалов. Ростовщик с ужасом уставился на копье, будто ему дали в руки змею. Мэтт заортачился. «Я не стану биться за вас». «Почему это?» Грозно воскликнул Кол. Крестьянин набычился, прикрыл с собой рину, перехватил булаву поудобней. «Вы хотели нас ограбить». «Я сразу все понял. Но потом взял в толк. Вы трое всех нас сюда заманили, чтобы раздеть до нитки. Начали с хозяев, а потом и наша очередь бы пришла». «С чего ты взял?» «Ты бредишь, парень». «Я тоже вижу», — сказала Ринна из-за спины любимого. «Вы плохие люди, грабители, разбойники. Вы напали на солдат. Теперь сами выпутываетесь». Кол подмигнул Мэтту. «Раз не хочешь биться, то ты и не очень-то нужен, верно?» «Совсем не нужен», — кивнул дружок Кала на целевый арбалет. Мэтт стоял, как был, только еще ниже наклонил голову, выставив широкий лоб. «Кретины», — кашлянул пленник. «Дверь не заперта. Затеете драку? Лед войдет и порешит всех. Он же слышит, что здесь творится». Кол с дружком убавили пылу. Пленник обратился к Мэтту. «Ты, парень, любишь свою бабенку? Сильно любишь, да? Хочешь увидеть, что с ней будет утром, когда придут наши? Нет? Тогда закрой пасть и дерись». Мэтт потратил минуту, чтобы осознать ситуацию. Наконец сообразил, кивнул головой и пошел к двери. Двое раненых встали у парадных окон, взведя арбалеты. Остальные четверо построились у выхода. Кол с Мэттом впереди, Инджи с ростовщиков сзади. Анна, Грета и Ирина зажгли несколько факелов и расположились у окон. «Готовы, парни?» «Никто не был готов», — повисло хмурое молчание. «Тьма вас сожри! Он один раненый в пузо, она с семеро. Мы выйдем и выпустим ему потроха, да или нет? Да, да! Заколим, как свинью. Увидим цвет его кишок. Это он, сука, должен нас бояться, да или нет? Да, не слышу! Да, тогда марш!» Кол стукнул по щиту. Раненые распахнули ставни и присели, положив арбалеты на подоконнике. Женщины швырнули в двор факела. Мэтт распахнул дверь и ринулся наружу. С ним Кол, следом Инджи и муж Анны Греты. Четверка высыпала на крыльцо и остановилась, оглядывая двор. Два факела погасли в снегу. Другие два еще горели. Багряный свет плясал на борту фургона. На кладке колодца поленница у сарая. Отражался в глазищах всех еще запряженных лошадей. Озарял кусок подъездной дороги, но до ворот не доставал. Ворота, чистокол, собачья будка, конюшны терялись во мраке. Освещалось лишь пятно земли между крыльцом, сараем и фургоном. В пределах этого пятна врага не было. «У него есть арбалет?» Прошептал расставщик. «Нету!» Рыкнул кол. «Точно?» «Точно нет, баран!» «Наступаем!» «Обходим фургон!» «Заглядываем внутрь!» «Обходим сарай!» «Заглядываем внутрь!» «Держимся вместе!» «Только высунется порвем!» Прислушиваясь к каждому шороху, они спустились с крыльца. За их спинами хозяин трактира занял позицию в дверях, держа топор на готове. Вместе с двумя арбалетчиками он должен был остановить врага, если тот сунется в трактир. Четверка сошла с крыльца и приблизилась к фургону. Прикрывая щитом, кол выглянул. За фургоном никого. Дал знак расставщику, и тот копьем откинул полог. Кол скинул топор. Мэтт булаву. Внутри тоже никого, лишь тени пляшут по матерчатым бортам. «Сарай!» Держась группой, они двинулись к сараю. На удивление, четверка вполне терпимо держала строй. Только Мэтта заносила вправо, а расставщик норовил уколоть копьем задницу кола. Дико озираясь, пересекли дорогу. Проверили поленницу, заглянули за сарай. Никого. Распахнули дверь, и озадаченно застыли. В сарае царила непроглядная тьма. «Неси факел!» «Кто?» «Да ты неси, шустрая!» Согнувшись чуть не до земли, расставщик сбегал за факел, принес, сунул в двери сарая. Все пригляделись, прислушались, ни тени, ни звука. «Может, он того совсем сбежал?» Предположил Мэтт. «Может, крышу проверь!» «Что проверить?» «Крышу сарая!» «Лезь на поленницу и глянь!» Мэтт полез. Инджи держал на готове пару метательных ножей. Мушанна Греты выставлял копье, а кол оглядывался по сторонам. Было тихо. Ни звука, кроме шороха, но хопаления. «Тихо как?» Прошептал расставщик. «Аж говорить страшно!» «Так заткнись!» Парочке тоже не нравилась тишина. Он не мог понять, в чем опасность, но чувствовал, так не должно быть. «Я залез!» Шепнул сверху Мэтт. «Глянь на крышу!» «Просто глянуть?» «Нет, башку булавой прикрой, баран!» Мэтт грозно поднял булаву и с под руки зыркнул на крышу. «Никого, вроде!» Пригляделся. «Точно никого!» «Слезай!» И снова тишина. Только Мэтт сопит да громко дышит расставщик. Да у ворот звякнула цепь у собака. Вдруг парочка понял, что не так. Собака не лает. «Должна бы, но нет!» Он не успел ничего сказать. Раздался звук, от которого кровь застыла в жилах. Истошно, кошмарно заржала лошадь. «Конюшня!» Заорал кол. Он дринулся туда. Мэтт сиганул с полейницей и побежал следом. А Инджи за ним, забыв о собаке. А расставщик вопил. «Куда? Куда?» А лошадь все ржала, надрываясь от ужаса. И остальные вторили ей. Упрежная пара рванула с места, дернув фургон. Инджи едва не попал под колеса. Отпрыгнул, налетел на Мэтта. «Конюшня горит!» Верно. В щелях вплесали огоньки. Отовсюду валил дым. «Он там!» «Хочешь сжечь лошадей, чтобы мы не сбежали!» Кол первым подлетел к дверям конюшни. Ему хватило ума откинуть засов и сразу прыгнуть в сторону. Творка распахнулась под ударом копыта. Обезумевшие кони вырвались во двор, понеслись, не разбирая дороги. У одного пылала грива, он унесся во мрак, заходясь воплем от ужаса. Но Кол сумел сохранить хладнокровие среди этого хаоса. Едва последняя лошадь умчалась из конюшни, он поднял щит и стал перед дверью. «Теперь выйдет этот гад! Или сгорит там заживо! Мэтт, ко мне!» Крестьянин стал возле дезертира. Им в лице дышало пламя, бушующее в конюшне. У врага не оставалось иного пути, кроме как выйти им навстречу. «Что тут случилось?» испуганно спросил кто там. Парочка оглянулся, ожидая увидеть мужа Анна Греты. Но то был плюгавый хозяин трактира. «Убогие! Кони живы?» «Да, живы! Но почему ты здесь? Ты должен стеречь вход!» Возможно, плюгавый смог бы объяснить свой поступок, но не успел. От колодца отделилась тень. За секунду преодолела десять футов и встала в полный рост за спиной хозяина. «Обернись!» — крикнул Инджи. «Куда?» — удивился хозяин. Враг дал ему целый лишний вдох. Видимо, счел это забавным. Хозяин трактира взлетел лицо Инджи, прочел испуг в его глазах. Наконец понял и начал оборачиваться. Вот тогда острие меча выросло из его груди. Исчезло, выросло снова, исчезло. Плюгавый рухнул на колени. Враг — черный силуэт в отблесках пламени. Занес клинок и одним ударом снес голову хозяина. Прежде чем тело упало на землю, парочка метнул нож. И второй, и третий. Враг отбил мечом первый и второй. Ножи искрами разлетелись в стороны. Отшатнулся от третьего. Бросил руку на пояс. Инджи прыгнул в сторону, и кинжал свистнул в самой щеки. Нога подвернулась. Он едва устоял. Враг зашагал к нему, небрежным движением поднимая меч. Инджи взвесил на ладони четвертый нож. Последний. Змахнул рукой обманка. Враг вскинул меч для защиты. Инджи метнул нож левой, снизу, от колена, целя под нижний крак гольчуги. Враг споткнулся, ухватил рукоять кинжала, засевшего в бедре. Аааа, сдохни, сука! Мэтт и Колл налетели на него с дикими воплями. Атаковали с двух сторон, обрушили град ударов булавы топора щита. Он попятился, согнулся, неуклюже поднял меч, спасая голову. Получил свирепый удар, упал в снег. Инджи позволил себе выдохнуть и смехнуться в усы. Хорош был боец, да отвоевал свое. Как там его звали, Лео? Колл нагнулся над врагом, чтобы взмахом топора довершить дело. Но вдруг как-то странно дернулся, выронил оружие. Неуклюже побрел в сторону, шатаясь на каждом шагу. Руки он прижимал к животу. «Ой!» Сказал Колл. «Ой!» Заметив Инджи, Колл двинулся к нему, парочка попятился. «Ой! Мама! Ой!» Дезертир разжал ладони. Внутренности высыпались из распоротого брюха. Не зрелище привело парочку в ужас. Человечьей трюбухой Инджи Прайса не напугать. Скорость! Вот это было жутко. Он даже не заметил удара, вспоровшего Коллу живот. Смотрел прямо туда и не заметил. «Боги! Никто не может так быстро!» Парочка побежал. У конюшни еще длилась схватка. Мэтт замахнулся булавой, лежащий враг, пнул его по коленям, отбросил и встал. Пошел на крестьянина, тесня назад, прямо в бушующее пламя. Но парочке не было дела. Он мчался к спасительным дверям трактира, моля богов дать ему добежать до цели. На подъездной дороге поскользнулся, упал в пятно теплого и мягкого чего-то. Каша из плоти, ткани и костей. Все, что конские копыты, оставили от мужа Анна Греты. Парочка завопил, оттолкнулся, взрыл ногами кровавый снег. Взбежал на крыльцо, спотыкаясь о каждую ступень, влетел в дом, захлопнул дверь, навалился всем телом, задвинул щеколду и сполз на пол. «Что там? Что там?» – закричала Рина, тормошая его за плечи. «Всем конец!» «Что с Мэттом? Скажи, где Мэтт?» «Ты глухая, что ли?» Подтащив Рину к себе, Инджи прорал ей на ухо. «Всем конец!» Крестьянка потемнела лицом, отпрянула, вздохнулась. Лишь тогда Инджи заметил, что Рина в прохожей одна. «Где арбалетчики? Почему не стреляли?» Рина не ответила. За секунду Инджи сам понял. Из-за шторы, отделяющей зал, донеслись весьма поразительные звуки. Удары ног о человеческую плоть. Одного дружка Кола звали Джоном. Имени второго парочка не запомнил и все не удосужился спросить. Теперь, очевидно, можно было уже не заботиться об этом. Второй дружок Кола лежал перед камином, его лицо имело цвет сливы. Зрачки закатились, а огромный язык размером с кулак вывалился изо рта. Куцы-продхозяин и расставщица Анна Грета занимались избиением пленника. Били самозабвенно, вкладывая душу в каждый удар. Били носками и каблуками, подпрыгивали от усердия. Охаживали по ребрам, животу, голове, по скрещенным рукам, которыми пленник прикрывал лицо. С размаху лупили прикладами арбалетов. Переводили дух, утирали поцалба и возвращались к делу. Их лица румянились, глаза горели. Видимо, никуцам у няньи Греция прежде не доводилось вымещать чувство насилием. И новое занятие пришлось обоим по душе. Крошка Джи вжималась половицей за креслом, белая от ужаса. Заложив пальцы в рот, парочка пронзительно свистнул. Когда экзекутор заметил его, спросил, «Какого черта вы делаете?» «Он убил того парня!» Куцель ткнул голову дружка. «Как убил?» «Застонал, будто подыхает. Тот подошел посмотреть, а этот, как гад, накинул ремень ему на шею и задушил. «А и вы решили запинать его до смерти?» «Он это заслужил!» Раздельно произнесла Анна Грета, при каждом слове опуская каблук на ребра пленника. «Пусть подохнет, гад!» Куцель огрел его прикладом. «Вы должны были стоять с арбалетами у окон и стрелять во льда, если тот появится. Представьте себе, он таки появился!» «Брат, пошел к вам на помощь!» Огрынулся Куцель. «Уж пятером бы вы как-нибудь!» Осекся, заметил наконец, что Инджи вернулся один. Арина плачет назрыт. «Что случилось?» «Твой брат на звезде!» Сказала парочка. «Там же, где ему шанна Грета!» «Как на звезде?» Они уставились на Инджи, забыв про избиение. «Так!» Отрезал парочка. До смерти хотелось пить. Он открыл бар, взял Ханти, самое креплое пойло, что здесь имелось, налил стакан, опустился в кресло, сделал большой глоток. Люди по-прежнему таращились на него. «Ну, чего смотрите?» «Я неясно выразился?» «Все померли!» «Так яснее!» Куцель ляпнулся задницей на пол, обхватил голову руками и завыл. Анна Грета зло прошипела. «Вы впятером не смогли!» «Выйди и сама попробуй, коль такая умная!» Инджи хлебнул еще. «Не мужики, а тряпки!» «Ты, смотрю, не больно убиваешься по мужу!» «Не твое дело, старый козел!» Парочка потерял к ней интерес. Придвинулся к пленнику, что корчился на ковре. Ему крепко досталось. Лицо разбито в кровь, руки опухли от синяков, ножевая рама вновь открылась. «Хочешь?» Инджи показал стакан. «Угу». Он приподнял голову пленника и помог выпить. «Зачем ты его убил?» «Хотел забрать нож. Что у него на поезде?» «Резонно согласился Инджи и взял себе кинжал мертвеца. «Ты думал, мы убьем льда?» «Увы, льда!» Беззубая усмешка пленника была весьма красноречива. «Тогда зачем ты рисковал?» «Мог просто подождать, пока лед разделается с нами, освободит тебя. Ты не понимаешь». «Объясни, я уж постараюсь понять. Зачем оно тебе?» «Хотя бы за тем, чтобы не помирать неведение». «Думаешь, лучше вздохнуть умным, чем дураком?» Ухмылился пленник. «Обидно быть мертвым, согласись. А уж мертвым дураком вдвойне обидно». Пленник хмукнул. «Да еще». Парочка влил в него несколько глотков. На крыльце за входной дверью послышались шаги. Шорох, скрип, стук. Все оцепенели, с дружью ожидая продолжения. Инджи вознес себе хвалу за то, что задвинул засов. И хозяевам трактира, что снабдили решетками окна первого этажа. Звуки утихли. Лед оставил дверь в покое. Анна Грета подошла к Инджи и уперла руки в бока. «Чего расселся, старик? Иж сопли развел. Давай думай, что нам делать». «Я должен думать?» Уточнил Инджи. «А кто? Ты остался один здоровый мужик». Отчего-то парочке стало весело. Он подмигнул пленнику. «Слышь, дамочка желает знать, что нам делать». «Мой ответ ей не понравится». «Мой тоже». Анна Грета рассверепела. «Идите в задницу, козлы душные! Хотите, подыхайте, но от меня не дождетесь!» Она схватила за плечи Рину, стала тормошить, тормошить до тех пор, пока крестьянка не подняла голову. «Ты женщина или нет? Кончай, Рюмсадь! Мы должны спастись. Мужики пускай все передохнут, а мы найдем выход». Пленник глядел с мрачным любопытством. «Какой еще выход?» Парочка тоже заинтересовался. «Какой?» Анна Грета заметала взглядом по залу, дверям, окнам, потолку, остановилась на пленнике. «Значит так. У нас есть он, заложник. И деньги есть. Запрем двери и ставни. Все замуруем, чтобы мышь не проскочила. Все ценно стащим сюда. Дождемся утра. Как придут они, кем бы они ни были, предложим обмен. Этот парень плюс деньги за нашу свободу». Рина смотрела тупо, ничего не видя от горя. Анна Грета вздернула ее на ноги. «Только послушай, мы бабы, ни в чем не виноваты. Хотят мстить, пускай мстят мужикам. А мы невинные, и у нас заложник. Отдадим ихнего парня и пойдем себе. Главное не попадаться этому льду. Он совсем свихнутый. А придет их командир, с ним договоримся». «Договоритесь», — хохотнул пленник. «Заткнись! Заткнись, урод!» Пленник умолк. Анна Грета ухватила Рину за руку и поволкла наверх. «Зачем?» «Забаррикодировать окна, наверное?» «Зачем еще?» «Мама!» — шепнула Крушка Джи. «Мне страшно!» «Сиди и терпи! Не до тебя сейчас!» «Мама! Ты папа!» «Он тебе не папа, я тебе не мама!» Крушка осталась среди трех мужчин. «Все моргало-моргало, селись выбрать, разрыдаться или стерпеть». Парочка подзывал ее и обнял. Сказал то, что сказал бы дочке. «Все будет хорошо!» «Ни черта не будет хорошо!» Мог бы ответить пленник, но почему-то смолчал. Долго смотрел на Инджи, утешающую девчушку. Потом спросил, «Как тебя зовут?» «Инджи Прайс», — ответил Инджи. «А прозвище мое парочка. Иные обижаются на прозвище, но я свое люблю». «Я ребро», — сказал пленник. «Зачем ты здесь, парочка?» «Да вроде, зачем же, что и остальные?» «Ты не такой, как они. Они сброд, мусор, активист, опыт. Мог бы быть с нами, сложить судьба иначе. Сказать тебе правду». «Мы оба подохнем на рассвете. Чего ж темнеть-то? А поверишь?» «Поверю». Из-за нее Инджи погладил девчушку по волосам. «Такой, как ты, готов помереть за чужой дочке. Я не думал, что помру. Просто видел, что этот указал на мертвого дезертира. И остальные двое, они хотели всех прикончить. Я остался с ними, чтобы защитить ее. А дальше покатилась. Пленник долго молчал. «Хорошо тебе». «Что помру?» «Что помрешь ради малой детяти. Хоть что-то светлое напоследок». Парочка хмыкнул. Лично он не замечал себе ничего светлого, ни проблеска. «Вот если б родил дочь, если б успел, тогда осталось бы от него что-нибудь». «А ты?» Спросил он же «Что я?» «Ты-то ради чего?» Пленник покатился на Куцева. Тот тупо качал головой, как деревянный болванчик, и без конца шмыгал носом, однако слышал разговор. «Ладно», – кивнул парочка. «Скажи другое, что это за парень, лед?» «Лучший из нас», – ответил ребро. «Точнее, второй после командира». «А вы кто такие?» Ребро промолчал. «Если он ворвется сюда, то прикончит тебя?» «Да». «Почему?» «Он скажет командиру, что я хотел бежать. Но на самом деле лед просто презирает слабых. Там, откуда он слабость не прощает». «Разве ты слаб?» «Вы взяли меня четвером из засады!» Ребро пожал плечами. На втором этаже скрепили доски, что-то стучало, хлопало. Женщины всерьез занялись заприкодированием окон. Совершенно бесполезное дело, но на душе спокойнее, когда делаешь хоть что-то, а не сидишь и ждешь худшего. Парочка подумал, не найти ли и себе занятия? Как тут услышал особенный стук. Не со второго этажа, а из глубины первого. Прислушался. Точно, первый этаж, ритмичные удары железа по дереву. Инджи растормошил Куцева, спросил. «Где это?» Брат хозяина прислушался. «Ах, черный ход, святые боги, он рубит дверь!» Инджи схватился машинально, поправил ножи. «Нужно подпереть ее!» Визжал Куцый. «Задвинуть чем-нибудь, чтоб не ворвался!» Инджи недолго поразмыслил, взял Куцева за подбородок и поднял на ноги. «Так, иди и подопри ее. Задвинь чем-нибудь, чтобы лед не ворвался!» Глаза Куцева полезли из орбит. «Почему я?» «Потому что ты знаешь дом!» «И потому что пленника нельзя оставлять одного!» «Я боюсь, не пойду!» «И еще потому, – кратчево добавил Инджи, – что я прирежу тебя, если откажешься!» Он развернул Куцева и пнул в коридор. Тот побежал в опяна ходу. «Бабы на помощь!» «Дверь ломают!» Заскрепели шаги по лестнице, взвелись голоса женщин. Удары с черного хода звучали ритмично и размеренно. Лед никуда не торопился. «Наслаждается делом!» Присел рядом с пленником, поймал за шкирку малютку, рванувшаяся было на голос Анны Греты, погладил по головке. «Не бойся, малютка, у нас все будет хорошо, дядя Ребро нам поможет!» Он вперил в пленника долгий выжидающий взгляд. «Развяжи меня!» Попросил Ребро. «Не знаю, сможешь ли ты убить льда, – сомнением протянул Инджи. Но ты можешь попытаться. В этом твой последний шанс, а мы с Крохой можем сбежать. В этом наш шанс. Поможем друг другу?» «Развяжи, – повторил пленник. «Не так просто, дружок, – сказал Инджи, слушая ритмичные удары топора. – Ты знаешь мою слабость, но я не знаю твоей. Скажи мне такое, чтобы я начал тебе доверять. И что же? Тебе виднее. Мне кажется, дружок, что ты надеялся отделаться ото льда. Ты веселился, когда он скакал, и приуныл, когда вернулся. Ты так и подговаривал нас прикончить его, хотя он твой напарник. Зачем тебе его смерть?» «Ненавижу его!» – буркнул пленник. «Врешь!» «Он кровожадный гад!» «Ты тоже!» «Я боюсь его!» «Мы его боимся, а тебе-то что с того?» «Он убьет меня, если узнает!» «Узнает, что?» Пленник запнулся. В глубине дома слышался скрип и скрежет. Бронилась Анна Грета, что-то увесистое падало на пол, кто-то кряхтел, сдвигая мебель. Поверх всего монотонно постукивал топор. Удары из глухих стали трескучими, доски разлетались щепой. «Что узнает?» Повторил Инджи. Пленник жевал губы. «Прощай!» – сказал парочка. Поднял на руку девчушку. Приятной встречи с другом. «Стой!» «Лед убьет меня, когда узнает, что я сделал!» «И что ты сделал?» «Взял кое-что у командира. Ту горстку монет не смеши. Больше у тебя ничего не было. Вы плохо искали». Раздался громкий треск. Источный вопль Кутева, Крипка Анна Греты. «Навались!» Пленник вывернул ладонь правой руки и дотянулся пальцами до предплечья левой. Оттянул рукав. Парочка увидел темный шрам на поформе подковы. «Смотри!» – сказал ребро и вогнал ноготь в край шрама. Скривившись, скрипя зубами, он повел ногтем вдоль шрама, вспарывая по всей длине. Сунул пальцы в открывшуюся рану, ухватил и дернул. Инджи зажал девчушке глаза. Зрелище было муторным до боли в зубах. Лоскут кожи откинулся и повиска кровавая шелуха. На внутренней его стороне проступил узор синих линий. В первый миг Инджи принял их зажилы, но, приглядевшись, понял ошибку. Линии складывались в схему. Хитросплетение кругов, квадратов, линий, звезд, часовой механизм, вычерченный наизнанке человеческой кожи. «Твою проматерь! Что это такое?» «Абсолют!» – одними губами прошептал пленник. «Абсолют!» У черного хода раздалась возня. Лязнул спущенный арбалет. Пленник прижал лоскут кожи обратно к предпречью, и кровь почти сразу перестала течь. «Ты видел? Теперь развяжи меня!» «Я ни черта не понял, приятель, что на этой схеме? Кому она нужна?» «Абсолют!» – повторил ребро, так, будто одно это слово все объясняло. Горько усмехнулся. «Чертовски досадно биться за него и подохнуть, не дойдя двух шагов. Не представляешь, как обидно. Что такое абсолют?» «Скажу, если доживем до рассвета». «Ты украл абсолют у своего командира. Хотел убежать с ним и продать кому-то. Только схема, но она главная». В глубине дома раздался свирепый удар, грохот падения. Женщины заорали, звякнула сталь. «Мама!» – скрикнула крошка Джи и сорвалась с места. Инджи удержал ее, встряхнул пленника. «Что такое абсолют?» – сказал на рассвете. Инджи наклонился к нему и прошептал одно слово. Ребро не ответил, но Инджи увидел, как расширились зрачки. Тогда он растянул ремни на руках и ногах пленника. Пока ребро растирал с отекшей ладони, Инджи встал, отступил на пару шагов, спрятал девчушку себе за спину, указал пленнику на коридор, в конце которого все громче слышались вопли. «Иди, испытай удачу». «Дай кинжал. Не думаешь же ты, что я убью его голыми руками?» Нож будто сам собой оказался в ладони парочки. Лех удобно, идеально для броска. Ножа я тебе не обещал, только свободу. Ребро покосился на штору, за которой прихожая и выход из дома. Инджи стоял ровно между ней и пленником. «Мы можем сбежать», сказал Ребро. «Это я с крокой могу», возразил Инджи. «А ты обещал убить льда». «Не больно хочется», сказал Ребро и двинулся к шторе, обходя парочку. Инджи прочистил горло и выкрикнул во всю силу. «Эй, лед!» Ребро украл схему абсолюта! Пленник побагровел, как свекла, стеснул кулаки, и выпучил глаза. «Какой же ты гад!» «Видишь, крошка, теперь дяде Ребру точно придется убить льда, иначе дядя лед его из-под земли достанет». Долгую секунду пленник взвешивал, бросится на Инджи задушить голыми руками, при этом рискнуть получить в шею нож и точно потерять время, а время безумно дорого. Истошный крик боли донесся от черного хода. Топот женских ног, тяжелые шаги преследователя, лед был уже в доме. Избитое лицо пленника перекосилось от страха и злобы. Он схватил кочергу, единственное оружие, какое попалось под руку, и ринулся к двери заднего коридора. В ту же секунду ему навстречу вылетела Рина. Она держала раболеты, сумку с болтами. От пупка до бровей ее покрывала чужая свежая кровь. Ребро шатнулся в сторону, пропустил Рину. Она будто не заметила его, а сама прижалась к стене сбоку от двери. Рина встала по центру комнаты, развернулась и голой рукой потянула тетиву арбалета. «Идем, детка». Инджи повалу крошку Джи к выходу, она заортачилась. «Где мама? Мама нас доходит на улице». «Нет, Джи, вот она!» Анна Грета вбежала в зал, и кроха, вывернувшись из рук Инджи, кинулся ей навстречу. А за спиной Анны Греты в проеме коридора возник лед. Сейчас в свете ламп, Инджи впервые смог рассмотреть его. Лед был высок, молод, не старше тридцати, и красив, если не считать слишком острых скул и холодных волчьих глаз. Губы кривились от насмехающегося презрения. Верхнюю пересекал тонкий шрам. При его появлении все замерли на вдох. Ребро, стоявшее всего в шаге, не обрушил кочергу на голову льда. Анна Грета застыла, прижимая к себе девчушку. Инджи перестал пятиться к выходу, оцепенел, касаясь шторы спиной. Только Рина продолжала взводить арбалет. Может, в томатохе она потеряла козью ножку? А может, и совсем забыла о ее существовании? Так или иначе, Рина взводила арбалет голой рукой. Уперла его в половицу, согнулась и упрямо тянула, тянула тетиву на себя. Из пальцев вовсю лилась кровь, но крестьянка все боролась с тетивой и с подловью глядя на врага. Лед изучал ее с нескрываемым любопытством. Он остановился на расстоянии атаки, воткнул меч в половицу и сказал Рине, «Давай, давай, я подожду». Ребро отлепился от стены и стал подкрадываться к нему сзади. Скрепя зубами и кромсая ладонь, Рина завершила дело. Тетива встал в зажим, болт лег в желобок. «Залп!» приказал Лед. Она вскинула оружие и выстрелила ему в живот. Как и тогда во дворе, Инжи не смог отследить движение. До выстрела руки льда были подняты, а теперь опущены к животу. Болт, сбитый с пути, ударился в угол стены. Рина схватила сумку, выдернула новый болт, рассыпав к полу остальные. Бросила в желобок, взялась за тетиву. Лед шагнул к ней и ударил в грудь с такой силой, что Рина отлетела за штору, грохнулась на пол уже в прихожей. А меч льда так и торчал в полу, слегка покачиваясь. Лед бросил взгляд на клинок и вдруг Инжи понял, он видит стали отражения ребра. Ребро взмахнул кочергой, лед присел, пруд свистнул над макушкой, мгновенно выдернул меч из пола и ударил прямаков назад, пропустил клинок под локтем. Ребро ахнул, пошатнулся. Лед сделал быстрый шаг назад и снова ударил, так и не обернувшись. Ребро упал, заливая кровью ковер. «Кто следующий?» осведомился Лед. Чиркнул взглядом по Инжи с его метательными ножами, перевел на Анну Грету. Ростовчица подняла крошку перед собой, как щит, закрылась детским тельцем и закричала из-за плеча девчушки. «Ты не убьешь ребенка! Ты же мужчина! Воин! Кем ты будешь, убив дитя?» Лед описал клинков несколько восьмерок в воздухе, изящно присел, будто выплясывая бальный танец. Клинок сверкнул дугой ровно под пятками крошки Джи и одним ударом отсек обе ступни Анны Греты. Выронив девчушку, она рухнула на бок, как срубленное дерево. «Боге, как же она орала!» Инжи думал, что глаза лопнут от звука. Визжала крошка, стонал ребро, но вопль Анны Греты перекрывал все. Брезгливо морщив лед подошел к ней и вогнал клинок в сердце. Крик утих наконец, а Инжи поймал момент, когда меч льда застрял межребин Анны Греты и метнул кинжал. Этот бросок был из тех, какими впору гордиться до конца жизни. Инжи всегда был скор на руку, но в этот раз превзошел себя настолько же, как мастер превосходит зеленого юнца. Возможно, во дворе лед и оценил его быстроту, но сейчас нож сорвался с руки втрое, в пятеро быстрее. Железная молния, а не клинок. Враг упал. Инжи опустил взгляд, ожидая увидеть стальное перо в глазнице льда. Но лед был жив и барахтался на полу, а ребро, навалившись на него, колотил затылком об пол. Чертов недобитый идиот! Надо же было шибеть льда смног именно в секунду броска. Тьма с вами обоими, вырыхнулся Инжи. Схватил полуживую от ужиса крошку, отбросил штору, выбежал в прихожую. Накинул на плечи жупан, возняв зале, дала ему время. Взяв с вешалки одежонку крохи, отодвинул щеколду, пнул входную дверь. Она не поддалась. Парочка пнул сильнее, дверь шатнулась, но не поддалась. Ударил плечом, вложил вес всего тела. Дверь открылась на мизинец и уперлась. Парочку прошиб озноб. Лед устроил западню. Прежде чем идти к задней двери, подпер снаружи переднюю, а на окнах решетки. Деваться некуда, кроме как обратно в зал. Он провел рукой по поясу, ни одного ножа. И во всей прихожей никакого оружия. Куда только делась Рина со своим арбалетом. Из зала донесся крик боли, взлетел под потолок, на миг утих, когда по кричавшему не хватало дыхания. Тут же завыл вновь надрывно и взахлеб. Инжи не сомневался в том, кто кричал. Кто угодно, но не лед. Таща за собой крошку, он бросился ко входу в подвал. Тому самого, что некогда послужил засадой коловым дружкам. Распахнул дверь, прошипел. Рина, если ты здесь, не стреляй. Нырнул в кромешную тьму и закрыл за собой. Каков был план? В первый миг Инжи не думал, действовал по чувству, как зверь. Но крики боли утихли и в возникшей тишине он слышал собственные мысли. Что делать, а? Лед выйдет в прихожую и сразу поймет дебилицы. Ведь наружная дверь заперта, он проверит подвал. Инжи обшарил дверь, засова на ней не было. Конечно, не крысам же запираться в подвале. Инжи позвал шепотом. Рина, Рина. Крестьянка не отзывалась. Значит, арбалета ему не видать. Найти оружие? А какое в подвале оружие? Он пошел вниз на ощупь, обшаривая стены, полки. Был крюк для фонаря. Инжи рванул, не поддается. Были мешки с репой и луком. То еще оружие. Бочки с вином. Плеснуть в лицо, поджечь. Если это ордж, то загорится. Но чем поджечь-то? Да и как открыть бочку? Ищи вороток, приказал он крошке. Вороток? Такую стальную змейку. Ею бочки открывают. Чевчушка стала шарить ладошками вокруг бочек. Быстро, методично. Умничка. Инжи распахнула очередной мешок. Бобы. Высыпайтесь прятаться в мешке и ждать, что лед не проверит их все. Тогда лестница. Что если... Инжи зачерпнул бабу в ладонями и стал швырять на ступени. Бобы шуршали, раскатываясь по лестнице. Нашла! Шепнула Джей и сунула гнутый пруток ему в руку. Дверь подвала распахнулась, по лестнице разлился свет. Крыски и мыши от страха не дышат. Котик идет, кот во сна идет. Лед вошел в подвал, держа фонарь в вытянутой левой руке и искровый кинжал в правой. Инжи сжался за мешком с бобами. Крошка прильнула к его спине. Ты давеча говорил об абсолюте. Благодарю за предупреждение. Проблема с ребром решена. Но, как сам понимаешь, ты теперь тоже являешься проблемой. Лед шагнул на ступень. Осторожно носком сапога проверял опору. Почувствовал бобы, шаркнул подошвы, сметая их лишь тогда, сделал шаг. Забавно, признался он. Но чего было просто не выстрелить? Мужичка с арбалетом! Ты уснула? Проверяя ступень за ступенью, он шел вниз. Инжи и Кроха старались не дышать. Любопытно, в чем состоит ваш план? Прятаться, пока я не умру от скуки? Инжи отметил, как чисто он говорит. Красивый выговор, правильная речь. Довольно, мышки. Не позорьтесь, я же вас вижу. Пятки девчонки за мешком с бобами. Парочка поднялся. Их разделяли три шага. Лед оглядел его с ног до головы и скривил губы в смешке. Думаешь убить меня воротом для бочек? Ты подлинный мастер клинка. Инжи спросил сам, не понимая зачем. Скажи, Лед, как ты обхитрил нас на конюшне? Тот выпучил глаза. Серьезно? Именно это тебя заботит? Ну, остальное-то я понял, а это не до конца. Стоя в дверях, ты поймал болт, задержал рукой, и он не пробил кольчугу, а только сильно ударил. Потом ты прикончил Джона и поджег сено в конюшне. Не ждал, пока разгорится, а убежал к чистоколу и спрятался в тени за собачьей будкой. Смотрел оттуда, как мы обшарим двор, когда вспыхнул пожар, и мы кинулись на конюшню. Тогда-то ты и вжарил. Видишь, сам все понял. Кроме одного. Почему пес не залаял? Ты убил его без единого звука? Как? Я убил пса? Удивился лед. О чем ты, старик? Я люблю собак. Не убил, а прикормил мясцом. Мясцом? Именно. А льдом тебя почему зовут? Говоришь, любишь собак. Значит, не такой уж и лед, верно? Теплится в душе огонек. Я-то знаю, приятель, каким бы ни был человек, а все же найдется в нем оттепель. Не бывает таких, чтоб совсем без любви. Я лед, потому что родом с севера, отрезал враг. Довольно был полни. Скажи, в каком мешке мужичка? Избавь меня от лишнего труда. Отпусти крошку, попросил Инжи. Развлечешь? Отпущу. Песенку спит, что ли? Убей себя. Этим вот воротком. Инжи поднял глазам заостренную спираль. Вот этим? Именно. Себя? Не меня же? Не надо. Крошка Джи сорвалась с места и к ужасу парочки подбежала ко льду. Схватила ручонками за манжету. Пожалуйста, не надо. Отпустите нас. Лед удивился не меньше, чем парочка. Ты просишь меня? Очень прошу. Я убил твоих родителей. На случай, если ты не поняла. Я знаю. Пожалуйста, не убивай дядю Инжи. Тебе-то что до него? Он хороший. Лед поднял глаза на парочку. А что же в нем? А-а-а! Едва он отвел взгляд от крохи, она впилась в его ладонь, повисла на плоти, сцепив челюстью, как бойцовский пес. Лед выронил кинжал, а парочка кинулся на него. Пнул в голень, сбил с ног, швырнул спиной на ступени, врезал кулаком под челюсть, голова откинулась. Парочка ударил воротком в кадык. Острие вошло в ступень, лед успел оттолкнуть руку Инжи. Фонарем, который все еще сжимал в кулаке, огрел парочку по затылку. Горящее масло брызнуло на шею. Инжи взвыл от боли, а лед отбросил лампу и схватил его за шею. Разогнул руку, отодвинул от себя. Резким движением стряхнул девчушку. Инжи дотянулся и ткнул льда воротком в щеку. На этот раз попал. Острие вошло прямо в рот, а склайленные зубы залились кровью. В тот же миг лед приложил его о стену. В глазах померкло. Инжи упал на лестницу. Попытался подняться, но сумел лишь встать на четвереньки. Неуклюже, как черепаха, пополз вверх к открытой двери. Лед поставил сапог ему на спину. Я согласен с тобой, воротком. Можно убить. Смотри, как это делается. Он взял парочку за волосы, запрокинул голову. Глаза невольно закатились и вверху, в открытом проеме двери, Инжи увидел нечто неожиданное. Силуэт коренастого парня. Парень хватался рукой за коверный косяк, а в другой руке держал. Арбалет тяпкнул, выпустив болт. Льда швырнула кубарем по лестнице. Он упал на спину, болт торчал в боку, краснее от крови. Пару вдохов Инжи смотрел на него, надеясь увидеть, как тело обмякнет. Но лед напрягся, дернулся, перекатился на живот, подобрал под себя руки. Инжи не ждал, пока он встанет. Вместе с крошкой Джи взлетел по лестнице, выбежал в прихожую, захлопнул дверь подвала и задвинул засов. «Спасибо, друг», сказал стрелку и лишь теперь разглядел его лицо. То был Мэтт. Он выглядел жутко. Щеки и шеи, кисти рук распухли от ожогов. Одежда висела черными лохмотьями. Однако парень держался на ногах. За его спиной стояла Рина. Входная дверь была распахнута, ветер нес в прихожую снежную крошку. «Кто-то еще остался?» спросил Мэтт. «Мы остались. Знаешь, приятель, это больше, чем я надеялся». «Что теперь делать?» «Уходить, конечно, только подождите во дворе». Инжи Прайс зашел в зал. Тело ребра было приколочено к полу пятью болтами. Руки, ноги, живот. Обойдя его, Инжи зачерпнул углей в камине и щедро рассыпал по ковру. Сорвал штору, бросил у двери подвала, облил маслом и тоже сыпанул углей. Подобрал пару кинжалов, сунул за пояс заметательный нож в рукав. Когда вышел во двор, трактир уже полыхал ярким пламенем. Они раздобыли лишь двух лошадей. Выпрыгали из фургона. Лошади с конюшней разбежались. Жеребец льда был слишком свиреп. Страшно подступиться. Инжи с крошкой сели на одну, вторая досталась Мэтту и Рине. Молча скакали пару часов, пока под надлесом не забрежил рассвет. «Дальше вместе нельзя», сказал Инжи. «Вместе легче», ответила Ринна. «Ты думаешь, лед погиб?» «Нет». «Он расскажет своим, что спаслось четверо. Они станут искать. У четверки вовсе не будет шансов, а порознь хоть какая-то надежда». «Поехали с нами», сказал Ринна Крохе. «Я хочу с дядей Инжи. Мы позаботимся о тебе, малютка». «У вас только один конь, он троих не вынесет», рассудительно молвила Джи, а когда парочка улыбнулся, добавила «Ты хороший, хочу с тобой». Он не показал, что обрадовался ее словам. Дальше скакали вдвоем, на юг, пока Мэтт и Рина свернули на запад. Несколько часов Кроха молчала и всхлипывала, а Инжи болтал безумно о том, о сём, старался заставить ее забыть уже с иночи. Потом понял свою глупость. «Разве забудешь такое?» «Ладно», сказал он Крошке, «сегодня все было плохо». «Очень плохо, спору нет. Как ни крути, все равно дрянь. Но поверь мне, дальше будет лучше. Все у нас наладится, клянусь усами». Кроха утернулся и сказала, «Ты не часовщик». «А кто?» «Наверное, ты пират». «Можно и так сказать?» «Ты научишь меня быть пираткой?» «Умничка моя!» Инжи Прайс погладила по голове как собственную дочку.